Старушка Для понимания, мы сейчас сидим по трассе и танцуем под радио Протасы, которое делает семейная пара в маленьком селе и вещают о ней без собственного дома. Протасы Сегодня, в пятницу, 8 июня, в Протасах ожидается облачная погода, небольшой дождь, гроза. Температура воздуха утром плюс 9, днем до 14 градусов тепла. Разрешенные у нас 30 километров, но зависит от рельефа местности. Если какой-то бугор впереди, то в зоне прямой видимости у кого распространяется, вот там, где нас видно, там и нас и слышно. Им нравится радио, они делают радио, а мне нравится, что по радио звучит. Это просто душу ласкает. Мой петух. Текст мне уже не важен. Нам нужно учить мой петух и мое сытное физическое. Правда, сытное? Мне дали с этой травинкой зубы, чтобы я не сглазил коз. Когда я взяла на себя ответственность людям дарить какую-то музыку, дарить какую-то информацию, конечно же, я чувствую, что я должна им давать позитив, чтобы у них силы прибавлялись, настроение улучшалось, энергия добавлялась, чтобы они с оптимизмом смотрели в будущее и ценили то, что имеют, ценили ту жизнь, которую будут. Меня зовут Елена Владимировна Гельфанд. Мне, я с 61 года, мне 57 лет. Я и учредитель, и директор, я и бухгалтер, я и главный редактор, музыкальный редактор. Я всем еще добавляю, я еще и уборщица, а что делать? И это приходится, да. На радио Протасы страничка юмора. Когда еще работала на радио, и уже тогда мне, конечно, хотелось иметь свое радио, но тогда это была совершенно нереальная мечта. Ну и, наверное, тогда же куда-то я отложила эту мечту подальше на будущее, как оно бывает. Но уж когда оказалась перед выбором, чем бы заняться, вблизи пенсия на горизонте, дом есть, хороший участок, мы с мужем выяснили, что у нас, оказывается, способности у обоих есть к этому бизнесу, ну и начали его продвигать. Здесь все радио и сосредоточено. Вещательный компьютер. Это компьютер, с которым я работаю по записи звука. Здесь же у меня вся документация, значит, вот бумажные все дела. Здесь у нас же официальное производство, общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано. Поэтому все отчеты по бухгалтерии, значит, документы с нашими рекламодателями, медиапланы, ну, вам, наверное, это знакомо. Вот, все у меня здесь. Мне здесь очень удобно. И, как видите, места здесь немного и не приспособлено для того, чтобы, допустим, собирать круглый стол. Зарегки принимаются по телефону. Движка 59 30 41. Это место стерео, где гелый его правый. Для нее это радио, она со стороны микрофона, радио с технической стороны. У меня еще в детстве была своя пиратская радиостанция. Крутил на город свою музыку. Вот еще в школьные годы. Потом у меня был свой телецентр в Саратовской области. Я работал три года. Мы с администрацией негласный договор заключили. Никаких документов у нас, конечно, не было. Вот это был период видеомагнитофонов. Мы крутили рекламу полчаса, потом вставили какой-то фильм. И все, весь город смотрел, все были довольны. Так что обычное радио сделать после телецентра, это нет ничего. Это просто. Она работает от солнца постоянно. Когда нет солнца, у нас крутится электрогенератор. Когда есть солнце, практически всегда от солнца. Потому что она должна работать бесперебойно. А потом еще вот у нас же сеть, линия общая. Ни один к этому столбу подключен. И соседи работают. Вот он строит забор, включает сварочный аппарат. Сварочный аппарат дает очень сильные помехи в сети. И броски электроэнергии могут вывести из строя компьютер, и телевизоры, и ту же самую радиостанцию. Поэтому у нас вся аппаратура, все компьютеры, телевизоры, такая точная техника питается солнечной энергией. Кратасы, 10 часов 50 минут. Вот слышали, 10 часов 50 минут. Я вообще не хотела никогда говорить о времени. А радиослушатели попросили, но теперь у нас есть время. Мне бы хотелось, чтобы мое радио слушали люди с утра и до вечера. У меня такая цель. Поэтому и музыкальная палитра, и информационные программы у меня в течение дня подобраны таким образом, чтобы отвечать темпо-ритму здорового человека, который ведет трудовую деятельность. То есть утром обязательно утренняя зарядка в 7.05, она у нас есть. И такие программы, как прогноз погоды, гороскоп, народный календарь. Это все вот утром. Потом начинается в 11 часов первый выпуск новостей. Тема этого выпуска. В Пермском крае полицейские раскрыли разбойное нападение на водителя такси. В Прикамье девушка предстанет перед судом за кражу банковской карты. В дежурную часть отдела МВД России по Краснокамскому району поступило сообщение от 50... Бывает радио с помехами работает, которые федеральные. Радио протасов без помех ловит. Николая зовут. Занимаемся строительными, отделочными работами в моей обязанности. Входит практически все. И работаю руками, и руковожу на объектах. На данный момент сезонные работы начались. И как бы до октября, до ноября месяца все будет очень много. Начиная вот с мая месяца. Дожди немножко тут притормозили рабочий процесс. Здесь работники даже жаловались некоторые, почему в городе нету этого радио. Они живут где-то в районе Ванюков, Песьянки. Там уже не ловят. Радио протасы. Русские краски, все на нас позитив выбирай. Вот я убеждена, что один и тот же факт, вернее, один и тот же повод может служить совершенно для противоположных по настроению, по посылу новостей. Я это убедилась, когда была вот работая на радио. Вроде у нас позитивно, радио счастливое, все. Криминальная кроника есть. Но она опять же какая? Не просто там, ах, убили, ах, тут ограбили. Значит, да, совершено такое преступление. Но благодаря оперативной и слаженной работе преступники уже обнаружены, значит, ну, подозреваемые обнаружены, доставлены в отделение полиции, дали признательные показания. То есть процесс идет. А вот у вас тут Борис Месеев. Да. Ребята, мальчишки, отказались с ним беседовать. Говорят, он голубой, будет приставать, дураки. Вот. Ну и я говорю, давайте я буду. Ну, мы с ним беседовали долго, и очень хорошо прошел этот эфир. И люди звонили, и он отвечал. Вот. И когда все закончилось, я говорю, а вы знаете, ведь у меня сегодня был первый эфир прямой, в прямом эфире. Он говорит, так я у тебя первый, тебе повезет. Мне было сколько лет, ну, около 30, уже было двое детей. И я решила, что мне нужно куда-то, в общем, это не сидеть дома. И не в детском саду, уже хватит. В детский сад я пришла по специальности после окончания музыкально-педагогического училища в качестве музыкального руководителя. Вот я позвонила директору и говорю, хочу у вас работать. На том радио почти 10 лет. Потом я ушла в театр оперы и балета работать, замдиректора по организации зрителя. Потом я ушла на телевидение работать. А наше радио существует. Мы в 15-м году зарегистрировали средства массовой информации. И только в 16-м году вышли в эфир. В Перми много радиостанций, но все это ретранслируют, они федеральные каналы. Вот. Есть звукорежиссеры там, кто остались. Спрашиваю, ребят, ну какие-то передачи остались там у нас. Вот. Все уничтожено было. И только в частных коллекциях домашних я кое-что нашла. Нашла я программу, записанную Александрой Лавровой. Ее в то время называли «Бабушка пермского рока», потому что это музыковед. И у нее были записаны тогда несколько программ об истории нашего города. И вот я их сейчас нарезала на 10-минутные передачи. Они у меня каждый день в эфире идут. На радио Протасы. Мелодии прошлых лет. В истории нашего города и воспоминаниях Александры Лавровой. Здравствуйте. И вас вновь приветствует Александра Лаврова. Я предлагаю вам вспомнить на площадке города. Тогда приходим? Да. Первое. Это Чаймради. Создает амфосферу, уют. Причем, чем нравится именно радио Протасы? О том, что первое. Очень высокий вкус, уровень подборки. И очень великолепные голоса тех, кто поет. Ну, несколько лет уже живем. Ну, в принципе, когда создали мы имели нормальные условия, вот здесь живем. Первое очередное, поставить дверь. Вот тут самое. А, потолки. Это первое. Да, музыка, конечно, ходители. Семьдесятых, это десятых. В принципе, и причем, опять же говорю, не то, что вот на дискотеке звучало, а вот многие песни я сейчас только узнаю. У каждого времени есть свои плюсы, свои минусы. Но один несомненный плюс есть, это была вера в светлое будущее. Вот. А сейчас такое изменение? Раньше было так, что вот сейчас трудности, все такое, но потом будет хорошо. А сейчас, сейчас немного другое. Сейчас все зависит от тебя. Если ты вложишь в себя, в работу и так далее, потом будет хорошо. Сейчас дашь лапинку. Это не случайно золотом обозвала. Это вот центральный стиль нашей радиостанции. Этот стиль несколько раз в день эксплуатируется. И именно он дает характеристику нашей радиостанции. Ну и здесь много песен. Или вот. Молодой хиль, молодая кристалинская. Эдита Пьеха, молодая. И Мария Пахноменко, Валерия Бонзинский. Тамара Мянсарова и много-много разных исполнителей хороших. Когда решили мы делать радио, я просто находила в интернете музыку и ее слушала. Вот каждая композиция, которая у меня сегодня звучит, это все мной прослушано. Это вся музыка, которая доставляет мне самой удовольствие. Галочка стоит на стиле 50-х. И машинка, она, значит, вот в эти полчаса достает музыку только из этой папки. А папочка сама лежит. Вот сейчас покажу в другом месте. Сейчас открою. Они все здесь. Вот смотрите, вот это все стили. Битлз, весна, весной ведь тоже отдельные есть песни. Вот джаз, посмотрите, вот 92 композиции. Звезды, 206 композиций. Классика у нас есть, диско, но я его редко использую, но все-таки... Сколько у вас в базе их? 11 тысяч. Да. Но используются, конечно, не все. Вообще в ротации где-то около 4 тысяч постоянно крутится. Если в доме есть собака. Программу ведет собаковод Ирина Егорова. Тема этого выпуска – собака в обществе людей. Так, дома можно? Водовый сад. Смой. Так, рэди мой, второй, второй, молодец. Так что только одну? Пока не скажу, что мы прямо разбогатели на радиостанции, но, тем не менее, расходов у нас немного и доходы есть. Мы единственное, что платим. Платим за использование радиочистоты. Это все-таки государственный ресурс. Платим, значит, небольшие деньги в российское общество защиты интеллектуальной собственности. Ну, естественно, платим налоги с прибыли. А доходы формирует наша работа по производству радиопродукции. Я имею в виду радиоролики. И доходы от проката рекламы в эфире нашей радиостанции. Вот. Мы сейчас с вами едем в поселок Протасы, в питомник, где выращивают розы. И реклама она у нас нынче стала размещать. Питомник розы в Протасах предлагает более 30 сортов роз. Чайно-гибридные и плетистые. Ну, только потому, что построила дом, и чтобы именно дома жить, и что чем-то заниматься, выбрала такой. А так я работала гвалтером всю жизнь. Средместные приезжают, покупают. И из города приезжают, за букетами покупают. А саженцы в основном, это сезон, это, конечно, только летом саженцы. Здесь хороший поселок. Поэтому вот у многих здесь начинается сразу какой-то бизнес. И таки мы вот выбрали радио. Кто-то выбрал, видите, розы. Кто-то выбрал там коз. Там выращивают продукты, питание делают хорошее. Почему нет? Это же надо людям. У них тут и козы, и куры. Моё подсовное хозяйство сытное. Есть и молочко козье, жирное. И яйцо куриное хорошее. И бройлерные куры домашние. Я постоянно говорю, Лен, надо какую-то рекламу. Не захотелось такого чего-то весёленького на радио деревенского. Ну, начали. Тут пошли критики. Свои да наши, кому нравится, кому не нравится. Ой, да не, ой, а вот что к тебе придёшь, а тут по голосу не ты. Я говорю, слушайте, ну пингвин тоже там продаёт, осёл, по-моему, в М-видео. Кто продаёт в М-видео? Осёл, белка там ходят. А тут, ну, ты же не приходишь к белке, не покупаешь у них. Не, ну там хочется такую есть в кокошнике, там, бабулю. А тут, понимаешь ли, молодая девушка. Я говорю, так, правильно, здоровый образ жизни, всё хорошо. И молодых девушек тоже. Типа диссонанс. Нет, меня это не пугает, мне нравится. Как они там кукарекают. Ну, этого можете чуть-чуть выбрать. Я пишу, что кукарекают. Это ж сыр. Тут точно нет ничего молочного. А почему такого цвета? Уваренная сыворотка. Вот сыр. Делала сыр, делала фету. Похож который на фету. Все приходят, ой, так вкусно. Слушай, я вот там вот ела вчера. Там, к одной знакомой. Так, пошло, пошло. А мы тоже хотим. А мы тоже хотим. Ну, всё, купили ещё одну козу. Всё, тут яйца вроде как. Ну, яйца. Сейчас уже давай брайлеров нам давай. Ну, вот. Вот, всё. А потом, как так получилось, говорю, Горёш, я тут занята сыром. Иди, подои. Ну, пошёл, подаю. Раз, подаю. Два, подаю. Ну, и дой до сих пор. Что скажете? Так вот, как, вот, видите? Если не сложно. Просто. Это... Ну, что я верю, я? Мне дали вот эту вот травинку, зубы, чтобы я не сглазил коз. Это козёл, молоденький. Да, 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 да. Это молодая козушка. Да, да, да. Здравствуй, 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 здравствуй. Здравствуй, моя хорошая, тётя моя маленькая. Да, да, да. Вот эта молодая, она, ну, в день где-то полтора натягивает, ну, и надавивает. Ну, как бы, тут от корма много зависит, от всяких, от настроения. Ну, в среднем литра полтора. Есть, говорят, козы, которые дают по 7, по 8, по 9 литров, но это уже, я считаю, это не совсем нормально, потому что, ну, не может столько давать. Ну, физически, это у неё вымя, вон, до земли должно болтаться. Отдала на другое ведро, красивше было, под шампанского на это. Специально купила, чтобы на дойку было приятно ходить. С приятным ведром. А, чтобы всё было прекрасно. Вы понимаете, что происходит со животными? Они, вот на них смотришь, и ты понимаешь всю историю, вот как оно должно быть, иерархия семейной жизни. Ребят, правда, мужик сказал, бабы за ним. У нас, когда был козёл, девки его слушались. Так и тут. Петух сказал, он попробовал еду, вот его кормишь, их всех, он первый пробует, и тут же отходит. Он отходит и стоит, пока его дамы не покушают. Дом – это там, где вас поймут, там, где надеются, и что? Где ты забудешь облака? Это твой дом. Азбука семейного счастья. В программе «Азбука семейного счастья» мы беседуем с учредителем Академии Родины. Главы региона. Смотри, такой серьёзный. Сегодня будут находиться связи в этой студии на прямой видеосвязи. Поэтому если будет, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть... Например, Владимировичу, насколько он эрудированный человек, насколько он выдержанный, ну, вот, знаете, спокойный, насколько он грамотно разговаривает, выдержка у него, ну, знаете, вот я прямо у него учусь, как надо руководителем быть. Вы знаете, вот, что касается мировой политики, ни о чём бы не стала спрашивать, я ему безоговорочно доверяю. Вот, ну, когда строили космодром, вот, последний, новый, и там обнаружились какие-то махинации, вот, у меня тогда возник вопрос, вот, как-то такая большая стройка, ну, вот, вот, как вот Крымский мост уже, огромная стройка, и почему-то не привлекаются к её прославлению выдающиеся деятели культуры, как это было в советское время. Так закажите деятелям культуры это. Очень миле песню про сваи, забиваю, мы вам можем поставить. Слава Богу. А послушайте песни про Крымский мост и их сваи. Вот что вы мне скажете, как человек с образованием культурным, много проработающий на радио? Ну. Пьялся домой, будет что рассказать тем, кто здесь побывает. Ведь работают здесь все, а я забиваю. Я забиваю, я забиваю, я забиваю, я забиваю, как лет не так, я запусть не просто, пусть не сразу, я забиваю. Вы хотите дальше слышать или хватит? Хватит. Там ничего нового не будет. Ну, могу сразу сказать, что вот на 100% для моего эфира эта песня не годится. Но у меня вот есть рубрика, называется «Песни по любому поводу». В нее я вставляю, вот когда бывают люди просят поздравить кого-то, что-то, вот повод есть для песни. Или песни, когда вот нету заявок, песни о профессиях, о высотниках, о пожарных. Давайте контроль включим сейчас, не помешает. Я всегда слушаю наш же процесс. Вот смотрите, сначала мы увеличиваем. Почему? Потому что я записываю на очень низком уровне звука. Для того, чтобы и видели, да, я близко микрофон подношу. Для того, чтобы он записал только мой голос, а посторонние шумы сюда не попали. Моя знакомая вышла замуж за англичанина, уехала туда. Ну и вот и решили мы с ней сделать общий проект. Называется он «Здоровье. Будем здоровы». Потом вот у нас есть программа, называется «Модные штучки». Ее делает моя племянница, которая живет в Москве. Видите, на расстоянии. Это в Лондоне записывает себя на диктофон, присылает мне, значит, Аполлина в Москве. Радио – живой продукт. И музыку надо больше хорошей и разной. Новые программы делать, чтобы слушателю удовлетворить его потребности. Раз уж я его приучила слушать с утра до вечера, ведь надо же ему пищу-то для ума, для эмоций постоянно подавать. И новенькую, и свеженькую. Мой маленький друг. Добрый вечер. Это я, сказочник. Сегодня я начну тебе рассказывать русскую народную сказку «Сивка-бурка». Послушай. Добавил субтитры – 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 с